Так, всем привет! Сегодня у нас супер урок! Всё такое, я вам в футболочке, в своей команде. Прям не хлопит со сказкой, ё-моё! Так, ладно. Значит, самое главное, что мы сейчас будем извлекать? Мы будем учиться самым-самым первым азам. Вот, вы купили себе вот такую хрень, смотрите на неё, думаете, что это вообще заражено такое. И как этим пользоваться? Сейчас вас предостерегу от многих ошибок, которые я совершил, когда сам учился. Когда я учился, понимаете, было прекрасное время. Был мрак, конечно, ужасный мрак. Не было интернета, но в то же время было очень хорошо и вообще просто супер. Не было пидоты, не было танков. Даже Дэнди почти ни у кого не было. Даже ссаного-прессаного Дэнди и то не было. Но это было вообще круто. Был какой-нибудь ссаненький майфунчик маленький. Либо самым крутым чуваком считался тот, у которого есть двухкассетник. Чтоб можно было с кассеты на кассету переписать и всё такое. Но не было ни пидот, ни танков. Мы не знали, что на свете существуют педики. Для нас это было прямо так... Где-то вроде бы что-то там слышали такое. Но мы думали, что это всё неправда и выдумки. А оказалось, что это, блин, правда. И мир погрузился во тьму. Так вот. Сейчас будем рубить хрящ. Вот мы купили себе тримбиточку. Садимся. Вот как я начал рубить хрящ изначально? Вообще ничего не знаю. Мне один хрен показал пять аккордов. Слава богу. Мне больше до сих пор не надо. Вот. Я даже шестой не хочу учить. Вот пять штук аккордов он мне показал. И я там что-то сидел, мочил. Всё это нарисовал на листочке. У вас сейчас есть интернет. Пять тонн сайтов. Есть всякие дебилы типа меня, которые рассказывают это всё. Так вот. Садимся. У меня есть видео, с каких песен начать. Но мы начнём сейчас с того, с чего нужно начать. Первое, что нужно вам сделать, это правильно сидеть. Не нужно горбиться, не нужно там что-то вообще желательно на ногу подставочку поставить. Например, я до сих пор не знаю, как правильно сидеть. Вот. Если я сяду так, мне теперь неудобно. У меня всё руки куда-то, что-то мешает этот локоть, охота выставить там. Ну, короче, какая-то фигня. Вообще, по идее, мне вот так удобнее сидеть, казалось бы, с гитарой. Но тут мне мешает руке поставить барре, когда я хочу вот тут что-нибудь сыграть. Поэтому я всегда сижу вот так. Сел, поставил на правую ногу. И после этого вам нужно научиться брать аккорды. И блатные, что называется, и барре. Именно брать как. Для того, чтобы вам научиться играть какие-то песни, вы должны с закрытыми глазами научиться переставлять все аккорды. Чтобы не было вот такого, как у меня есть друг, знакомый, который... Который как-то эта песня играется. А, значит, ляк. Он поет вот так. Потому что до сих пор не научился переставлять аккорды с закрытыми глазами. Он, ляг, отдохни и послушай, что я скажу. И кажется, как будто ему не то, что медведь на ухо наступил. Кажется, что ему медведь отдавил член. Превратил его вообще в лепешку какую-то. Это настолько забавно со стороны слушать, что... Вася, где-то вообще... Поэтому научитесь сначала переставлять аккорды с закрытыми глазами. И одновременно играя боем. Я раньше играл всегда только большим пальцем. Вот сидел как-нибудь там. Вот так вот сидел что-нибудь, дренчал. Но я себе в голове отложил, что вот это аккорд Е, М. Что вот это аккорд Е, что вот это А, М, что вот это А, что вот это Д, М, вот это Д, вот это Ж, вот это Ж, М. И начал... Вот сначала я плотными все играл вот так. Вот как-то вот так вот сидел, переставлял разные комбинации. С АМ на Ж переходил с Д на Е. Мне было сначала Ж чуть-чуть проблематично ставить аккорд. Потом я перешел на баре. На баре я перешел с песни, которую я вот вам говорил. Это... Границы ключ, переломлен пополам. Играл я тоже сначала большим пальцем. Сидел так, как границы ключ, переломлен пополам. А наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень, на липовый мед и так далее. Вот. Я учился ставить аккорд Фа. После аккорда Фа я стал, чтобы Фа, Ж, Фа, Ж, Ж, Фа. Вот так вот играть. Он там сидел, просто так выключал. Потом стал переходить на всякие такие, которые вот внизу. Типа АШМ, там ЦМ, вот эти вот. И тоже, зная уже, что это АШМ, вот это ЦМ, там вот это СДЕС и все. Кто говорит, что аккорд АШ там, допустим, трудно ставить. Я не понимаю, чем его трудно ставить. Его ставить так же просто, как и, блин, аккорд АШМ. А то говорят, о, сложно его ставить. Потом, правда, когда я их научился ставить, вот эти аккорды, я уже стал мажорными пинтами такими играть, но это потом. В общем, запомните. С закрытыми глазами, когда научитесь, вот сидите себе в голове, там построили. Так, сейчас я сыграю песню и берем, я себе листочек брал и хаотично переставлял аккорды. Ну, ставил, допустим, там АМ, Ж, Д, там СДЕС. Ну, вообще, насрать, в любой последовательности, как угодно. И глядя на них, не глядя сюда, только иногда вот так вот, чик-чик, чтобы мгновенно, чтобы я их переставлял. Я сидел вот так. Вот, ну, правда, это большим пальцем сначала делал, потом я сложил пальцы перстом и начал мочить уже вот так вот. И постепенно разрабатывалось это у меня все дело. Научился переставлять. Сначала с боем, потом я решил, что нужно освоить как бы перебор, потому что много песен всяких таких там. И я тоже до автоматизма себе довел классический перебор, который вот так играется. 5, 4, 3, 4, блин, как он. 5, 4, 3, 4, 1, 3, 2, блин. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Вот. Можете поставить на паузу, назад отмотать и записать, потому что я это не запомнил. И, в общем, я это рожно стал играть вот так. Тоже сначала только на блатны. Потом, так же, естественно, перешел на эти, баре. Тоже фа-же я сначала играл. Потом начинал стараться играть это, допустим, чтобы до середины сыграть этот перебор. Не до конца вот так прогонять всю строчку эту. А чтобы половину сыграл и перевел вот так. Видите, уже получается другой перебор. Это все нужно довести до автоматизма. На это у меня ушел день. Ровно. Ну, понятное дело, что я там не то, чтобы это дико освоил, но я уже знал, что вот это 5, 4, 3, 2, 6, 17, 38, вот эти вот, вот. Это я уже... Мне не нужны были эти цифры, я уже понимал, что это вот так играется. У меня пальцы уже сами стали ходить, но я сидел, выдрачивал это ровно день до посинения. У меня пальцы трещали, вот это все. Естественно, баре я еще не умел ставить, я одно имею в виду блатные. На следующий день я уже там баре пытался поставить. У меня что-то палец казался слишком длинный, либо слишком короткий, мне там не хватало. Но на все, на все про все, вот на это возьмите себе какую-нибудь дату нормальную, что вот поставьте себе какие-то рамки, что, допустим, сегодня вы посидите 2 часа там, или 20 минут, или 4 минуты, сколько у вас времени, и поставьте себе диапазон какой-то. Вот я хочу, если у меня есть каждый день там 2 часа, то я хочу за неделю научиться там переставлять, грубо говоря, там все аккорды не глядя, научиться где-нибудь какие названия все эти. Потом барешны еще неделя. Потом это все вместе в совокупности еще погонять неделя, потом еще неделя на перебор. Все, за месяц, ну это, конечно, для меня это был очень огромный срок. Я на второй день, не на третий день все-таки, да, на третий день я сыграл песню вот эту. Светлые мальчики с перьями на головах, снова спустились к нам, снова вернулись к нам с неба. Это я вам показываю, как я ее играл тогда. И, нет, подождите, все-таки, наверное, нет, нет, по-моему, я эту первую песню. Первую песню. Или я белый снег, серый лед, белый. А, потом щелчок стал учить, точно, да, да, да. Потом был белый снег. Я не понимал, как это оглушить, я его так оглушил по-дебильному. Белый снег, серый лед. Вот, пытался так. Но с опытом это никто не отменял. Опыт это самая клевая вещь, которая есть. С опытом я научился играть. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Вот так уже стал играть. И потом это все было лучше, 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 лучше. Поэтому сначала освойте все аккорды. Вот это вот все дело. Бой, а потом щелчок. После этого переходите уже на песню, которая с перебором. Переборная первая песня у меня была этот. Когда они окружили дом, и в каждой руке был ствол. Он вышел в окно с красной розой в руке, и по воздуху плавно пошел. Этот, ну, Тилус Пампилюс, воздух. Вот эту вот песню я потом стал рубить. Понятное дело, что классический перебор туда вот этот уже не подходил. И у меня пальцы как-то сами стали играть. Я там... Когда они окружили дом... И у меня как-то это дошло, что вот такой перебор должен быть. Я его тоже выдрочил до миллиметра. И не старайтесь сразу объять необъятное, чтобы там 350 тысяч песен, там, каких-то начать и что-то такое. Возьмите вы... Выхода нет, сплин. Возьмите... Все идет по плану. И возьмите, допустим, белый снег, серый лед и вот это, ну, Тилус Пампилюс, воздух. Эти четыре песни самые хорошие. Этот сплин, выхода нет, лучше всего для боя. Этот... Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода... Я вот так вот играл, неправильно ставил там еще аккорды, но смысл в том, что я научился пить вот так по струнам как-то. Там начинается по адресцетам. Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода... Я вот так вот играл, пидотным голосом пел и все такое. Потом, чтобы с бары научиться, я уже мочил вот этот... Границы ключ переломлен пополам... Вот так играл, сверху вниз просто долбил. Потом уже белый снег, серый лед... Вот так вот играл тоже, там пытался глушить, но научился. А потом воздух выдержит только тех вот, этот вот, наутилус. Вот эти вот самые главные вещи. И еще, запомните, когда будете ставить баре, не пхайте вот этот палец в гриф, чтобы он, чтобы посинение... Чтобы вот так, как это все зажать, потому что потом у вас палец этот будет нахрен отваливаться. Как отваливается он у меня сейчас, это нужно нежно вообще ставить. Я до сих пор не могу уже себе перестроить. Потому что этот палец вообще должен быть вот здесь. Не как он у меня... Вот, я упираюсь. Он должен вот так вот быть, вот тут вот. А у меня палец этот уже съезжает, но я уже не буду переучиваться, потому что... Некогда мне уже переучиваться на это все дело. У меня палец все-таки выдерживает там длительные песни, допустим, там... Либо я нахожу какие-то выходы, ставлю там какие-то аккорды по-летовски, там... Ну, это у меня потом посмотрите уроки аккорды летового и все такое. Там можно уйти от баре. Это уже следующий, наверное, урок будет. А вот эти вот первые азы, четыре песни я вам озвучил. Переборы, два самых главных я вам озвучил. Что нужно его сначала полностью играть, потом до серединки переставлять. Баре, вот это вот все дело нужно с закрытыми глазами. Плюс возьмите еще песню, если вам не нравится, там выхода нет, допустим, и кажется вам сложновато, возьмите вот эту... Ляк, отдохни и послушай, что я скажу, как этот пел. Как его, ну, чувак, про которого я вам говорил. Он уже забыл про какие-то там аккорды. Ну да. Вот, поэтому как-то вот такая вот хренотень. Что еще можно сказать-то? Потом уже, ну, это уже потом медиатор, уже у как уйти от баре. Это уже будет в следующем таком вот цикле для начинающих видосиков. А в этом, наверное, все. Самое главное, это ваше терпение. Самое главное, что... Вообще, сразу изначально себе решите. Ну вот, если вы человек целеустремленный, то вы этого научитесь. А если вы чмо подколодное, которое не может пойти там, жреет, сидит, уже жиром весь затекает, но на стадион все равно не идет, круги все равно не наматывает. Он все время начинает с понедельника. Вот, понедельник начну. Все. Понедельник приходит. Ай, ладно, сегодня еще отдохну. Если вы такой человек, вообще не берите гитару в руки. Берите в руки пидоту, танки, член и дрочите. Либо там, либо здесь. Одно из двух. Потому что вот этот вот инструмент, он не терпит, скажем так, к себе ссаного отношения. Если к нему отношение ссаное, то и она к вам будет относиться так же. И вы останетесь на уровне этих бомжей, которые в детстве своем, там, не знаю, в молодости пошли в армию, были крутыми, клевыми чуваками, приходили, подтягивались на одной руке. А сейчас они максимум, что могут, это протянуть руку, чтобы им дали там пятерочку. И он там еще у кого-нибудь шибнет еще пятерочку и несется покупать себе там шкалик какой-нибудь, чтобы его колонуть. Вот. Поэтому во всем нужно только целеустремленность. И все. Выберите себе вот эти вот песни, которые я вам сказал. Нравятся они вам, не нравятся. Но это идеальные песни для того, чтобы научиться играть на начальном уровне. Запишите себе, возьмите себе в интернете там аппликатуры АМ, хренем, вот это вот все дело, как это все ставится. И с закрытыми глазами научитесь вот АМ, ЕМ, АМ, ЕМ, ДМ, ДЖ, С, вот это вот. Потом вот эти вот А, Ш, М, и вот это вот все дело. И все. Сразу по поводу аккорда С я еще скажу. Что вот так вы поставите, что вот так, один хрен. Но я вам советую научиться сначала ставить вот так. Потому что если вы научитесь ставить вот так, потом, когда вам надо будет поставить вот так, чтобы добавить какой-нибудь пальчик, то у вас уже это будет быстрее. Так. Да. Все. Не забудьте подписаться, лайкнуть. Ну, если вы, конечно, не жирная тварь, которая не может пойти на стадион, побегать, сидит, заплывать жиром и пекется в питоту. И, блин, жрет при этом какую-нибудь булку там и сладкий чай, либо певище, то, естественно, вы не поставите лайк и вы не подпишетесь. Потому что, блин, ну, пальцы поломаются, поломаются пальцы, перестанет стоять член. И, не знаю, там, хронические запоры будут. Ну, что-то, короче, что-то такое. Поэтому всем удачи, счастья, радости. Учитесь играть на гитаре. Этот инструмент очень классный. И это продолжение вашей души. Вот. Апидота вашу душу не продолжает. Все. Я все сказал, короче. Все, молчите. Не надо мне тут вот этого вот всего. Не надо. Все.